Многие в интернете находятся не по одному месяцу, не по одному году, но жалуются, что у них нет результата. А мы пришли зарабатывать. И очень важно делать это профессионально, стать действительно профессионалом своего дела. А если стать профессионалом, то мы должны отдавать себе отчёт о том, что мы должны обучиться многим новым технологиям, которые нам не преподавали в школе, в университете и так далее. Когда мы приходим в интернет, мы понимаем, что да, здесь есть деньги. И чаще всего мы обманывались и ходили к каким-либо проектам, не зная, как и правильно в этих проектах работать. Не обучают, не показывают. Ну, одна мотивация – давай зарабатывать деньги, давай-давай быстро будем здесь работать вместе, и у тебя всё получится. К сожалению, очень много не получалось. И очень много денег мы с вами, к сожалению, потеряли. Так вот, наверное, пора задуматься, почему деньги не пришли в наши кошельки. И, конечно, первый вопрос возникает – с чего начать бизнес в интернете? Как его начать? Первое, что я считаю важным для себя – с принятием решения изменить свою жизнь. Вот сегодня я вам покажу так, как я вижу этот бизнес, как для меня он важен. И, видимо, вот, может быть, с высоты своего опыта я постараюсь с вами поделиться, но это не панацея, и это не главное, что мы должны принять к сведению. Здесь много ещё нюансов, но хотя бы минимально мы это рассмотрим. Второе, с чего бы начать бизнес и каким образом его развивать – это с максимального изучения информации о компании. Для чего? Когда мы знаем компанию, у нас уверенность растёт, у нас создание команды единомышленников и продвижение к собственному результату, к результату ваших партнёров, а из команды складывается ваш один большой, мощный, серьёзный результат. Так вот, когда мы ходили с вами в разные маленькие проекты, проекты «Однодневки» или «Два месяца» они здесь прожили, то, наверное, мы мало кто заглядывали именно на сайт, чтобы изучить, как давно эта компания или проект, или программа, какие здесь возможности, могу ли я использовать эти возможности для своего результата. Поэтому мы сейчас с вами, дорогие друзья, немножечко пройдёмся по нашим сайтам. У нас есть основной сайт, он называется «Неумилением центре.ком». Если вот сейчас, положа руку на сердце, для себя, себе ответьте на вопрос, все ли вот эти вот компании, которые у нас есть, вы изучили, были ли вы на сайтах, открыли ли все вот эти названия, которые перед вами сейчас высвечиваются. Главное у нас состоит всего из одной страницы. Так вот, мы с этой страницы должны выписать самые главные слова, которые будем проговаривать потом при встрече с новичками, с гостями. У нас есть не только главные, у нас есть проекты, вопросы, я вам рекомендую их ответить, новости и о компании. Минимальная информация. Конечно, в первую очередь мы заглядываем, что такое проекты. Есть у нас проекты и есть у нас соглашения. Мы должны перечитать. Я говорю о том, что у нас здесь проекты, они у нас есть, и они работают так же, как работали в 2011 году. Мы работаем в проекте с 2012 года, который о себе заявил по недвижимости. Соглашения у нас не обновляются и не будут обновляться, потому что они достаточно серьёзные, чтобы мы их подписали. И, конечно, мы заходим на раздел «Новости». Вот это очень сильно мотивирует нас с вами и смотивирует и других наших гостей, потому что, посмотрите, сотни тысяч долларов заработали наши партнёры, и эти деньги выведены им на кошельки. Проектов у нас сегодня пять, и именно здесь мы сконцентрировали всё своё внимание. Обратите внимание, проект «Гроу Плюс» в ход 45 долларов. Выплачено за этот месяц, за июль 2019 года, сумма на 368 220 долларов. Посчитайте валюте своего региона, своей страны. Я думаю, что это даст впечатление. И это только по проекту «Гроу Плюс». А следующий проект «Самит Гроу Плюс» открыт в марте 2012 года. Выплачено за этот месяц, посмотрите, сумма 576 тысяч долларов. То есть шестью нашими партнёрами только в этом месяце куплено шесть квартир. Впечатляет меня очень. Следующий проект «Самит Гроу Плюс» с мая 2012 года. Получено 488 тысяч долларов. А проект «Самит Гроу Плюс» сдал сегодня вознаграждение на 944 тысячи долларов. Почти на миллион долларов, друзья. Тоже сумма очень сильно впечатляет. И проект «Евробит» за этот месяц тоже 493 тысячи 500 долларов. Вот если всё суммировать, посмотрите, какие деньги выплачены партнёрам на погашение кредитов, ипотек, на их жизнь, на здоровье, на кредиты и так далее, друзья. Это очень серьёзно. Поэтому если мы с вами будем в новости заглядывать сами для себя, то мы будем всегда впечатляться этими цифрами и достойно сможем показывать нашу компанию. Далее вот эти программы, когда вы зайдёте на проекты, вы можете нажать на каждый проект и посмотреть, и изучить его. Ну вот перед вами один из проектов «Самит Гроу Плюс». Когда вы нажимаете на ссылочку, вам открывается сам этот сайт. То есть сайт на сайте. Здесь есть и регистрация, и привязка к МИДу, и соглашение. Это всё нужно открыть и перечитать. Вот как выглядит наш сайт «Самит Гроу Плюс». Конечно, когда вы зайдёте на этот сайт, вы обязательно должны прочитать главную, познакомиться с маркетингом. Маркетинг очень простой, доступный. Вы увидите здесь презентацию. И обращаю ваше внимание на каталог. Вот вряд ли кто доходит до каталога, и это очень важно. На первой странице «Нью-Миллениум Центр ЛТД» «Самит Гроу Плюс» всего одна страница. Почему Северный Кипр, какие преимущества Северного Кипра мы имеем, что сделает наша компания на Северном Кипре. Одна страничка. Тоже, пожалуйста, не только прочитайте, запишите себе главные, основные вопросы. А далее зайдите на каталог недвижимости. Вы увидите новый комплекс «Самит Гроу Плюс». Подробнее. Нажмите на слово «Подробнее», и вы увидите здесь вот такой слайд. И далее фотографии, как происходило строительство «Самит Гроу Плюс». Этот комплекс построен, и сегодня уже сдан в эксплуатацию. Там живут наши партнеры. На инвестиции наших партнеров. Далее вы посмотрите, новый комплекс «Даймонд» продано, и живой комплекс продано. То есть вы подробнее откроете каждый раздел, и будете видеть здесь, какие квартиры, как это построилось, как квадратура, какие преимущества спальны и так далее. И элитный жилой комплекс «Самит Гроу Плюс». Там тоже выкуплены все квартиры нашими партнерами, но это все в каталоге. Следующая программа, даже не программа, следующий сайт, который мы сегодня рекомендуем активно давать нашим гостям, новичкам, называется «Монолит Кипрус». Почему? Основная компания «Нью Миллинию Центр ТД» работает с 2011 года. Мы там работаем в бонусной накопительной программе. И на этом сайте наш основной кабинет с нашими картами, куда мы заходим, вводим деньги и выводим. То есть это просто электронные деньги, где мы имеем тоже маркетинг и по маркетингу приглашаем партнеров, ставим в наши цепочки. А вторая компания «Монолит» находится на Северном Кипре. Реальная компания на земле, через которую мы приобретаем недвижимость у застройщиков. То есть мы были в мае на Кипре и познакомились с компанией, с офисом, с учредителями, с генеральным директором, с менеджерами, реальные люди, которые реально работают в реальной компании. Когда вы зайдете на этот сайт, я вам рекомендую, конечно, открыть главную, о компании, недвижимость, что она предлагает. Но главное, вы познакомитесь с апартаментами, которые компания предлагает, с ценами, суммами на покупку недвижимости и внутри, как она выглядит. И, конечно, вот когда вы прочитаете основное о компании, это главная компания «Монолит», о компании, то посмотрите, в 2013 году завершился ребрендинг компании и так далее. Вы читаете, вы знакомитесь, вы выписываете основные слова, которые вы будете проговаривать вашим гостям. И обязательно заострите внимание на процедуре покупки недвижимости на Северном Кипре. Опять говорю, почему это вам важно? Потому что, когда у вас сомнения, вас люди не слышат. Вы говорите, но вы сами сомневаетесь в серьёзности, надёжности, стабильности этой компании. Но если вы пройдёте по сайтам и перечитаете всё, именно ваше внутреннее состояние изменится. У вас прибавятся уверенности, амбиции, у вас прибавятся эмоции. И тогда вам захочется делиться этой информацией. Теперь поговорим, как нам нужно приглашать и что такое холодный контакт. Намного проще приглашать людей, которые знают вас не один год, для которых вы имеете определённый вес. Прямо сразу говорю, если вы будете приглашать в компанию тех партнёров или тех друзей, с кем вы когда-то были, может быть, в ссоре, да, может, в каких-то трениях, то это не один из лучших вариантов, что они к вам придут. А вот когда вы обратитесь к тому окружению, для которых вы авторитет, которые вас слушают, которые вас уважают, у которых у вас высокая репутация, то это те люди, которые сегодня придут к вам намного быстрее. А если они придут к вам быстрее, то значит вы быстрее построите команду и начнёте получать вознаграждение. Вот с холодными контактами проще, вернее, сложнее, да, сложнее, особенно если в интернете. Я работаю только в интернете, для меня все люди, которые сегодня есть в моей команде, абсолютно холодные контакты. Но и какие же вопросы интересуют этих людей, которым вы решили предложить нашу компанию, сотрудничество с нами? Первый вопрос, что за компания? Мы должны, поэтому мы сделали сейчас вот такую небольшую экскурсию по нашим сайтам, чтобы ответить человеку, что же это за компания, вы должны знать эту информацию. И основная идея нашей компании – это приобретение недвижимости по бонусно-накопительной программе с минимального входа, ну, в компании «Юни-Юни», центр «ЛТД». Приобретение недвижимости, как больной очень темы, как темы очень насущной, важной, и в вашем окружении наверняка много людей, которые живут у нас, в России, и купили недвижимость в ипотеку. Им это важно знать. Ну, как всегда хочется сказать, давайте творить добро, давайте поможем этим людям вылезти из этой финансовой ямы и начать зарабатывать достойные вознаграждения. Второй вопрос, который интересует нас всех, когда нам предлагают ту или иную программу, сколько я могу здесь заработать? Да, мы можем заработать хорошие деньги – 170, 300, 1000, 3000, причем многократно, и конечная сумма вознаграждения – 128 тысяч долларов, за которую мы можем купить недвижимость или вывезти денежными средствами. Некоторые говорят, а мне не нужна недвижимость на Северном Кипре. Ну, конечно, понятно, а если есть желание приобрести в своем регионе – пожалуйста. Если есть желание забрать деньгами – пожалуйста, и компания это тоже вам сделает. Поэтому у нас есть два партнера, один купил квартиру на вознаграждение, а другой купил дом, солидный, прекрасный дом. Вывели деньгами. И следующий момент, что для этого нужно делать? Конечно, мы являемся рекламными агентами нашей компании. Мы информируем свое окружение о вот этой возможности, где можно как недвижимость купить, так и зарабатывать доходы многократно, хотя бы в неделю раз, и это тоже важно. При этом нужно пригласить двух партнеров, создать команду, двигаться до результата. При этом, когда мы разговариваем с людьми, информируем их, 20% по компании, 80% – путь к цели. Потому что у каждого человека есть цель, есть мечта, и при разговоре с человеком, конечно, мы обязаны выяснить, какие же у него цели. Если мы будем предлагать ему недвижимость, не задавая ему вопроса, нужна ли она ему, а может быть она не нужна, мы будем нести информацию о недвижимости, мы, извините, не попадем в точку, потому что мы не затронем у его сердца для того, чтобы он пришел к нам в компанию. И ему нужны деньги, значит, мы должны предлагать ему деньги. Если мы предлагаем только деньги и не затрагиваем тему недвижимости, а он в ипотеке серьезной и не знает, как от нее избавиться, то, естественно, тема недвижимости для него более важна. Хотя мы говорим и первое, и второе, и при этом обязательно задаем вопросы нашим знакомым, а что ему важно, недвижимость, деньги, а может быть и то, и другое. Поэтому запомните, у нас при холодных контактах, при разговоре с холодными контактами должны быть обязательно вот эти три вопроса. Напишите их на листочке, в тетради, держите перед собой, когда вы общаетесь с людьми. Есть у нас неэтичные вопросы, и они, конечно, нас немножко расстраивают. К сожалению, они есть. Когда мы начинаем общаться, допустим, я пришел в компанию, я с ней всего два месяца, и задают нам вопрос, как давно ты в компании? Иногда мы даже теряемся сказать два месяца, когда, возможно, они к нам не присоединятся, потому что все ищут сегодня лидеров, все ищут сегодня успешных людей, и, наверное, понимают, что человек, который только что пришел в компанию, не сможет ему дать полноценно всю информацию. Но я тогда говорю таким образом, не важно, когда я в компании, когда в компании я. Важно, что ты сможешь решить здесь все свои финансовые вопросы. Не важно, когда я сюда пришла, сколько я здесь. Можно здесь быть три года и работать неуспешно. Можно быть полгода и работать успешно. Ведь мы все разные. Это важно. А еще есть у нас, особенно у женщин, у женщин есть семьи, дети, обязанности, быт, дачи и так далее. Не надо задавать такие вопросы. Я вам не рекомендую задавать такие вопросы, когда вам предлагают свои какие-то компании, проекты. Второй вопрос. Сколько ты заработал? Сколько заработал ты? Если я тебе назову высокую сумму, я иногда часто говорю, это унизит тебя. А если я назову тебе маленькую сумму, это унизит меня. Предлагаю уважать друг друга и стать активными партнерами. Вы знаете, часто, а сколько ты заработал? И знаете, лидер никогда такой вопрос не задаст, друзья. Почему? А потому что ему интересно себя зарекрутировать в свою компанию. И он будет всегда тебе поддакивать, он будет с тобой мило разговаривать, мило, ласково разговаривать. Он такие вопросы не задат, потому что его основная цель – продать себя дорого, понравиться тебе, показать свои лидерские способности. Он не будет тебя ни унижать, ни задавать вот эти неэтичные вопросы. Он будет так вести беседу, чтобы максимально ваше внимание перевести на его личность, на его харизму, на его разговор. То есть он продаёт себя, продаёт достойно. И вы, ему ваша информация неинтересна, но он её всё выслушает, будет говорить «да» по многим параметрам, чтобы стать вам другом, а потом и спонсором. А вот те люди, которые зарабатывают 5 копеек, у них всегда высокие амбиции. И они вот этих моментов недопонимают. Поэтому давайте мы это возьмём себе на вооружение. Начинают «а сколько ты вот заработал?» И какая разница, сколько заработал я? От моих заработков в твоём кошельке не прибавится. Важно, как ты будешь работать. И третий вопрос. Купил недвижимость? А ты купил недвижимость? Надо, конечно, понимать, что покупка недвижимости – не быстрый процент. И зависит только от желания, активности и амбиции каждого. Если у нас есть ребята, молодые ребята, которые заработали за 9 месяцев, то надо понимать, что они спали 3-4 часа в сутки, что они работали, не покладая рук, что они ездили по регионам, открывали офисы. И это далеко не лёгкий труд. Если вы готовы работать 20 часов в сутки, то вы за 9 месяцев точно купите недвижимость. Потому что у нас партнёр это сделал. И мы можем говорить, что точно за 9 месяцев вы можете это купить. Не за 7 месяцев, как иногда говорят, а за 9 месяцев, потому что он пришёл с нуля, с Grow+. А если мы увлекаемся, мы ищем причины, то этот темп будет замедляться. Ему вяло в текущем процессе, но рано или поздно вы всё равно придёте к этой недвижимости, но через 2-3-5 лет. Так что, друзья, мы перестанем задавать вопросы, мы перестанем сравнивать компании, проекты, инвестиции и говорить, а вот у нас вот так, а у вас вот так, а у нас вот так. Лидеры так не делают. Они просто слушают, а потом обязательно человека перерекрутируют, то есть перевербуют свою программу. Следующие, дорогие друзья, мы занимаемся с вами бизнесом, серьёзным бизнесом, ответственным бизнесом, и поэтому наши речевые обороты, которые мы используем в нашей жизни, они не годятся. Послушайте, как говорят миллионеры, как говорят предприниматели с высокими доходами. у них и тексты другие. Поэтому нужно обратить внимание на наши речевые обороты. И здесь несколько только моментов, которые мы используем в нашей речи. Сегодня мы говорим, что наша компания инвестиционная, а вот инвестиционная система тоже новые слова, которые можно использовать. Мы используем новые технологии, мы используем слова создания активов из недвижимости. А вот это предложение, это из области финансовой грамотности. А мы уже в эту сторону идём. Поэтому мы с вами являемся для компании потенциальными покупателями недвижимости. Что такое потенциальный покупатель? Мы пришли в бонусную программу. Мы здесь зарабатываем. И в бонусной программе накапливаем денежные средства. И поэтому мы являемся покупателями той недвижимости, в которую инвестируем. А для компании это выгодно. Они нам продали эту недвижимость. Мы купили, они нам продали. Поэтому компания заинтересована нас здесь как можно дольше задержать. Поэтому они дали нам шикарные программы Grow Plus, Евробит, Солнечный шанс с промежуточными выплатами, чтобы мы, двигаясь к бонусному вознаграждению, ещё на жизнь имели здесь деньги. А многие программы здесь есть в интернете, которые обещают, вот вы там дойдите до вот этого конечного результата, и там вам будут деньги. А по пути вы ничего не зарабатываете. Поэтому надо это иметь в виду. Поэтому мы, как потенциальный покупатель недвижимости, для компании являемся рынком сбыта этой недвижимости. Ну, хотя можно взять деньгами. Мы говорим о том, что мы рассматриваем тему престижной недвижимости за рубежом. Да, в своём регионе не можно купить, а многие ли думают о том, что можно купить недвижимость и за рубежом, как собственный курорт, как собственную дачу. Поэтому называем и такие речевые обороты. Бонусная накопительная программа. Наша компания не сетевая, но пригласить два партнёра – это только элемент, который мы используем при приглашении. Бонусная накопительная программа в Америке работает 40 лет, в Европе 20 лет, а на территории России и страны СНГ она только ещё появляется, она только ещё приходит. Так вот, наша компания самая первая, которая 8 лет назад привнесла в интернет бонусную накопительную программу. Теперь пытаются многие компании эту программу использовать, но у нас она идёт очень успешно. Мы продвигаем социально значимый товар, недвижимость, да. Это не косметика, это не посуда, это не БАДы, хотя БАДами надо сегодня увлекаться, и это тема, которая позволяет быть здоровыми. А это недвижимость. Конечно, социально значимый товар. Решение вопросов любой финансовой сложности. Да, мы приглашаем партнёров для решения их вопросов. И, конечно, мы обязательно говорим, что мы занимаемся созданием пассивного дохода путём. Первое – сдачи в аренду. Второе – перепродажи этой недвижимости. И сохраняем капитал, и можем потом приумножить здесь на этапе строительства, на этапе котлована, на этапе отделки, ну и, естественно, на этапе купли-продажи. Конечно, я понимаю, что сегодня нам надо дать определённые рекомендации, чтобы с чего начать. Вот знаете, самое элементарное, что может делать сегодня даже ученик, не говоря о студентах. Первое – изучаем сайты. Обязательно их нужно прочитать. Обязательно их нужно прочитать, сделать небольшой конспект. Слушаем все презентации в записи. У нас сегодня очень много записей, которые мы привезли из Северного Кипра. Это и менеджеры, это и генеральный директор, это и наши видеоматериалы, которые мы сегодня щедро делимся. И, конечно, благодаря вот этим презентациям и сайту составить свой конспект. Свой конспект. Конечно, мы можем попользоваться конспектом, ну кто-то спонсор вам или спикер его может составить, но это его конспект, это его слова, это его душа. А вот когда вы поработаете над своим конспектом, он вас быстрее будет заучиваться, он быстрее вас будет вдохновлять, потому что вы его пережили, вы написали его собственной рукой. И это очень важно. Следующее. Рассказываем всем заинтересованным. Конечно, можно сказать, рассказываем всем подряд, но перед каждым рассказом должна быть небольшая прелюдия знакомства с человеком, если это холодные контакты. Обязательно интересуемся, где он, что, как зарабатывает, в каких программах работает, работал ли на земле, работает ли сейчас на земле, ходит ли он по найму. И после вот этой небольшой прелюдии мы говорим, она даёт наше предложение. Делимся записями, презентацией. Записи у нас сегодня море. И наша команда самая первая, которая начала раскручивать компанию, сегодня очень много других параллельных структур. Поэтому эти записи используем. Сами просмотрели, и если оно вас зацепило, то вы можете уже активно его раздавать своим друзьям, партнерам или холодным контактам. У нас несколько спикеров. Походите на презентации этих спикеров. Какой-то спикер вам отзовётся ближе, какого-то спикера вы немножко не поймёте, но когда вы пройдёте по всем спикерам, вы будете слушать их презентации, вебинары, вы максимально будете знать о нашей компании. Следующий, как работает моя команда. Мы регистрируем всех партнёров через демонстрацию экрана, потому что каждая ошибка, она нам дорого стоит. Во-первых, сегодня компания уже будет с нас деньги брать за то, что мы обращаемся, делаем иногда очень глупые ошибки. Поэтому помогаем регистрации нашим партнёрам. Максимально сделать её правильно. Это первый вопрос. А второй вопрос. Мы одновременно обучаем его регистрации, когда он также будет обучать регистрации партнёров своей команды. Пошла дубликация. Дубликация начинается с регистрации. И обязательные условия. Приглашаем на вебинары школы групповой созвоны ваших партнёров, которые приняли решение с вами сотрудничать и быть активными партнёрами. Мы не упускаем момента каждый раз приглашать его на все наши мероприятия. Этим мы с вами, дорогие наши друзья, учим дублицировать ваших партнёров, дублицировать ваши действия. Поэтому вот эти 10 пунктов, они очень простые. Вопрос. Будете ли вы делать по 10 этим пунктам или не будете? Если вы это сделаете, вы сразу поймёте, почему мы даём вам эту систему. Бывают иногда такие вопросы. Нина, зачем ходить на эти презентации? Там говорят одно и то же. А я отвечаю так. Ты будешь ходить до тех пор, пока ты не станешь спикером своей команды. Когда ты все нюансы поймёшь, когда ты всё изучишь и прочувствуешь, ты тогда можешь не ходить на наши мероприятия. Тогда ты можешь работать с своей командой отдельно. А мы только этого и ждём. Ты обучился, у тебя есть команды, в свободное плавание мы тебя отпускаем. Ты вполне уже можешь работать самостоятельно. А пока ты не спикер, ты не вышел на вот этот уровень спикерства, тебе придётся походить и максимально записать всю информацию, которую говорят спикеры. Каждый спикер говорит своё и добавляет к другим мероприятиям. Если ты сегодня не можешь стать спикером, ну, значит, тебе ещё походить и поизучать. Друзья, только действия нас приведут к результату. Если мы одного человека в неделю пытаемся пригласить, а он сказал, я не приду, то и результат такой же будет. А если вы каждый день разговариваете с пятью новыми знакомыми или тёплым контактом, или холодным, и если холодные контакты сегодня к вам не пришли, это не значит, что они к вам не присоединятся. Просто у них сегодня есть своя программа. И эта программа, может быть, пока даёт ему деньги, но придёт время, что и эта программа, если это хайп, лоха труд, то они закончат свою работу. И вот тогда, возвращаясь к нему через неделю, через две, через три, он обязательно станет вашим партнёром. Потому что наша компания сегодня является топ-компанией в интернете, и с этим уже никто не спорит. Такие вознаграждения, чтобы за две недели получить шесть человек, вышли на 128, такого ещё нигде не было. Поэтому следует обратить максимально внимание на нашу компанию, сконцентрироваться на ней, потому что только концентрация в работе в одной компании даёт высокие результаты. Может быть, где-то оставить свои мелкие проекты и программы. Но перво-наперво изучите нашу тему. Она вам понравится, и вы полюбите компанию так, как любим её мы. Действуем, действуем и действуем. Ваши люди к вам придут, они вас ждут. Помогите людям решить их финансовые вопросы. Вопросы по недвижимости, они вам будут благодарны. Ну а Вселенная вознаградит вас очень высокими финансовыми положениями и денежными средствами. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...